Я многократно убеждал с этим на своем опыте. Если имеешь четкое видение того, чего хочешь достигнуть, то совершенно немыслимыми, совершенно невероятными способами порой эта цель сбывается. Ты достигаешь этого в своей жизни. При этом многие говорят, ну у тебя судьба такая, у тебя карма такая, у тебя все очень гладко, очень хорошо складывается, ты счастливый человек по жизни, у тебя все хорошо, у тебя благополучная семья была, и это твоя судьба определенная такая. Но на самом деле каждый из нас выбирает, верить в судьбу или верить в причинно-следственные связи. Я считаю, что все достаточно закономерно. Если вы не знаете, почему то или иное событие произошло в вашей жизни, хорошее или плохое, это просто, на мой взгляд, недостаток стратегического мышления. То есть это недостаток возможности текущего потенциала сознания, чтобы просчитать, какие именно цепочки событий привели именно к этому результату. Любая, даже представим, автокатастрофа. Выехали навстречу, не успели вернуться, произошла автокатастрофа, человек погиб. Случайность, судьба, року, что именно в этом месте, именно в это время оказался встречный автомобиль, он к нему попал. Ситуация грустная, но не исключено, что вполне закономерно. Возможно, потенциально много раз он поступал подобным образом. Часто уезжал навстречу, часто прирушал безопасный скоростной режим. И в конечном счете, просто по теории вероятности, этот случай, этот момент настал, когда уже по теории вероятности кто-то должен был оказаться, когда он совершал очередной необдуманный маневр. Это в негативном ключе. К успеху тоже кому-то он падает. Со стороны кажется, что он падает, как снег на голову, неожиданно. Все начало спориться, вдруг позвал их в прибыльный бизнес, все закрутилось, завертелось. Все не просто так. Он был готов к этому бизнесу. Он обладал определенными навыками, поэтому его туда позвали. Он выделял время своему развитию, был активным. У него были широкие социальные контакты, широкие связи. И просто с ним должно было случиться, что кто-то позовет его в прибыльное дело. Такое тоже происходит сплошь и рядом. И третий момент стратегии, зачем она нам нужна, это возможность учиться на чужом позитивном опыте. На лучшем опыте, которое есть в мире, в твоей тематике. Хочешь летать при себе в маленький бизнес или владельцы крупнейших корпораций, стратег, он изучает успешный опыт в своем деле. Всевозможные пути решения своих бизнес-задач, бизнес-кейсов. Он изучает это заранее. Очень много предпринимателей, кстати говоря, очень много бизнес-тренеров грешат. Ну, не грешат, на самом деле, они выставляют это в позитивном ключе. И я мог бы из своего опыта такие примеры привести. Я открыл 10 бизнесов. И все они были на определенном этапе успешны. Они приносили мне доход. Но потом они почему-то... Я их закрыл. Не они разорились, не они перестали быть рентабельными. И получается, что вся его жизнь, это спочка таких вот стартап-проектов, в которые он вошел, получил быстрый доход, или, может быть, не получил быстрый доход, но уже это записано на свой баланс, на свой счет, что я активный предприниматель, уже столько всего перелопатил. Я скажу, что у меня лежит 30, если не больше, проектов в отдельных папочках, в архивном компьютере, которые могли бы потенциально стать неуспешным опытом. Они в свое время очень вдохновляли. Они были достаточно детально просчитаны, составлены бизнес-планы, находились люди под эти проекты, с которыми все можно начинать стартовать. Но, учитывая все факторы, в этих проектах есть недостающие звенья, которые еще не появились. То есть нет нужного человека на определенной, например, вакантной должности, которая понадобится. Нет опытного юриста, грубо говоря, в команде, а для этого проекта нужен обязательно опытный юрист, причем очень грамотный. Начинать сейчас этот проект можно. То есть можно начинать, и вдруг он появится. То есть дорога открывается перед ногами идущего. Но, а если не появится? То есть что произойдет с этим юристом? Ну, это не факт, что там юрист, это менеджер по продажам, может не появиться нужной в своей специфике. И поэтому некоторые проекты выгодно оставлять, ждать своего часа. Потому что на следующий день к вам в голову может прийти следующая свежая оригинальная идея, для которой все будет. Но, ввязавшись в проект со слабыми местами, вы можете год, два, три, четыре, пять убить на этот проект, пока не придет нужный человек, и только тогда он наберет, например, оборот, такие, какие вам хотелось бы. Но, ну и вообще, стратегическое мышление, это о том, чтобы все свои... Можно вопрос, а вот если найти этого человека, нужного, недостающего? В процессе проработки проекта, естественно, что люди ищутся. Ты ищешь необходимых людей под свой проект, необходимых партнеров. Но если вот нету их, ты можешь год, два искать нужного человека. В это время ты чем занимаешься? То есть работаешь на наемной работе, или же твой бизнес шапка-валка идет, то есть не развивается. Это, ну, вопрос достаточно открытый. А может быть, это показатель эффективности для того, чтобы предпринимать их, который не может найти своего бизнеса человека? А это значит, что в этом бизнесе есть другое слабое звено. У тебя, то есть у тебя, как предприниматель, может не хватать определенных навыков. То есть это не обязательно кто-то из людей. У тебя на данный момент может быть, может не быть необходимых ресурсов. Хотя ресурсы тоже есть варианты, как привлекать, но ты можешь не обладать знаниями, откуда привлечь необходимые ресурсы. У тебя может не хватать самоорганизованности элементарно. И тогда тебе, чтобы устранить это слабое звено, по стратегическому плану, надо пройти определенное обучение, чтобы устранить это свое слабое звено. Но это все происходит, когда ты обладаешь стратегическим мышлением. Когда не обладаешь. Тебе бросили креативную идею, и ты пошел ее воплощать. И насобирал кучу гравлей. Обходя разложенные гравли, эти я же нацелил опыт. То есть да, опыт на этих гравлях получается бесспорный. И он самый ценный, он очень хорошо запоминается. Но я всегда был противником получения такого лишних шишек на лбу. И то, что делаешь, лучше делать наверняка, если можешь это делать наверняка. У каждого свой путь. То есть очень много предпринимателей стартовали на интуиции. Интуиция их хорошо вручала, хорошо им помогала. И они обладают успешным бизнесом. Это есть такие моменты, и с этим никто не спорит. Интуиция большая вещь. Но интуиция это тоже не случайность. Это не абстрактная какая-то удача, счастлива. Она тоже берется с какого-то определенного опыта. Исключительно следственных связей. Откуда он такой интуитин? Определенного опыта воспитывания, развития определенной навыки. Может быть, просто умеет очень хорошо, красиво говорить, владеет речью. И что бы он ни говорил, люди все его слушают и принимают это. И идут за ним. На любое дело. Так вот, есть разные, скажем так, культуры стратегического мышления, стратегического построения бизнеса. И у нас в России за последнее время преобладало, особенно в 90-е годы, преобладали западные атрибуты стратегии. Что в них входит? Это такие вот инструменты, моменты, миссии, видения, ценности, цели, задачи, организация. Если мы ставим цели, то они должны быть смарт, измеримыми, достижимыми, и все в этом духе. Проводим свод-анализ, варьируем с приоритетами, и все замечательно. И у нас проработанный бизнес-план, у нас все просчитано, все продумано, бизнес работает, как отлажен. Немного, я знаю, предпринимателей, которые, скажем так, все эти действия предпринимают после того, как бизнес-план составлен. Чтобы они часто возвращались, чтобы они уточняли смарт-цели, чтобы они регулярно проводили там свод-анализ своего бизнеса, чтобы в компании каждый год проходили стратегические сессии, обновлялась миссия и видение ценностей. То есть они сопоставляли это подменяющую действительность. Бывает, что миссия направления движения компании при старте заложена, и 20 лет компания шпарит по этому направлению. А уже вся обстановка на рынке изменилась, и потом к ним приходят уже бизнес-консультанты и разгребают их завалы, которые накопились за это время. Ну или проверка, или еще кто-нибудь приходит. Ну то есть, кто бы может прийти. В лучшем случае бизнес-консультант приходит и смотрит. Не устарели ли их цели, их миссии. Может, их продукт уже и не нужен нам. Это вопрос открыт. И это достаточно сложные инструменты. То есть они требуют ресурсов, определенных аналитических ресурсов от руководителя, от участников стратегической команды. И это скучно. То есть согласитесь, каждый из вас, кто еще только собирает открывать свой бизнес, или кто уже имеет свои дела. На самом деле, не такие уж и веселые вещи, и за время от времени работать над стратегическими, это большое напряжение интеллекта. И оно в таком виде не всегда входит в интуитивно-оперативное поле вашей деятельности. То есть не у каждого висит миссия над рабочим столом, чтобы он каждый день помнил, ради чего он работает. То есть и в каком направлении должна работать своя компания. И очень ярким атрибутом западного стратегического мышления является шарматы. Как игра. Игра – это то, что интересно, это то, что увлекательно, это то, что затягивает очень многих людей. Но что представляет у себя шахматы, как западная стратегия? Я выиграл, ты проиграл. То есть у меня в конце партии остался король пешка, твой король повержен, я провел его в ферзя. Все, тебе поставлен март, ты проиграл. Это игра на уничтожение, на вытеснение конкурентов с рынков. И все взаимоотношения России с западом, военные отношения, экономические отношения очень часто встроятся к такому принципу, что одна компания просто напрочь выдавливает секс рынка. И основная ее цель, задача – это вытеснить всех конкурентов, чтобы продавался только ее продукт. Это специфика западного мышления, она очень часто встречается. Оно в крови побеждать, 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 давить любой ценой, любыми ресурсами, устранять конкурентов, устранять соперников. Фигуры летят, то есть люди – это пешки на этом поле боя. Я, конечно, немножко утрирую, то есть я сгущаю краски, но в целом и в общем концепция мышления шахматная, она примерно такая. Что же у нас происходит с восточным бизнес-мышлением, с восточными атрибутами стратегии? Широко известны кайзен мышления, кайзен оптимизации бизнеса, когда бизнес улучшается маленькими шажками, на каждом участке мы смотрим, что можно улучшить, и ценой маленьких улучшений на каждом участке мы достигаем больших успехов в бизнесе в целом. Это мышление, направленное на совершенствование процесса. Восточное мышление направлено на эффективное использование ресурсов, то есть те ресурсы, которые у них есть, особенно это в Японии, которая очень, скажем так, небогатыми природными ресурсами обладает, им надо максимально эффективно использовать все свои человеческие, производственные ресурсы, чтобы выживать, просто геополитически выживать. И между тем, выживать достаточно эффективно. В Японии, Китае, вообще на Востоке большое внимание уделяется чувству прекрасного, что бизнес не просто, это то, что приносит нам кучу бабок, что обеспечивает нас материально, это должно создаваться что-то ценное, что-то прекрасное, что приносит удовлетворение человеку. И человек должен получать удовлетворение при деятельности, в которой он занимается. И в частности, бизнес фэн-шуй, скажем так, ведение бизнеса по фэн-шуй, это тоже одно из таких модных направлений, которые, скажем так, потихоньку затекают к нам с Востока. Они очень дорожат отношениями, то есть они на Востоке принято устраивать долгосрочные отношения и ориентируются на долгосрочные отношения. Это не вот партия в шахтах, которая прошла, и все. Они устраивают полномерную долгосрочную стратегию своих действий на рынке. Не все, конечно, но я сейчас говорю больше о общих тенденциях, то есть о общем направлении. Естественно, что и там есть авантюристы, есть шабашные предприниматели, девицы, спекулянты, гангстеры. В Востоке этого тоже в достатке, но я говорю о том культурном образе, стереотипе, который в классических корпорациях, восточных, имеет место быть. И, соответственно, ГО – это одно из ключевых явлений восточной культуры в Японии, в Китае и в Корее, который отражает темыслительный процесс, который протекает в голове у японцев, когда он участвует с вами в переговорах. Мы сейчас об этом дальше будем говорить подробно, как это именно выражается. Для начала определимся, почему мы сегодня уделим много внимания игре. Почему именно игра? Почему именно ГО? Что является для нас отдыхом и развлечением? Это игра. Дай вот каждому из нас свободу, я подозреваю, что большинство здесь находящихся, дай свободу, выбираясь, чем заниматься. Мы выберем что-то игровое. Игровые виды деятельности, отдых с друзьями, общение. Скажем так, многие из нас разделяют. Личную жизнь, то, что приносит нам удовольствие, и то, на чем мы непосредственно зарабатываем. Я не ошибусь, я скажу, что 80% людей зарабатывают на том, что не любят. То есть это не обязательно приносит им моральное удовлетворение. Игра – это, как правило, тот инструмент, который приносит нам удовольствие, приносит нам моральное удовлетворение. В игре мы активно общаемся, мы активно взаимодействуем с другими людьми, и игра – это жизнь. Как сказал еще Уильям Шекспир, вся наша жизнь – игра. И счастливый человек тот, который по жизни идет играющий. У него жизнь наполнена позитивными эмоциями, все сложности. Это очередные игровые правила, очередная игровая ситуация, которую мы предстоит решить и получить от этого максимум. Ну и, соответственно, какой метод обучения самый эффективный? Во многих современных бизнес-школах внедряются игровые методы обучения. Даже у нас в России обучение каким-либо новым навыкам с помощью компьютерных симуляторов, компьютерных тренажеров – это входит уже в повседневность. Игровой метод обучения становится самым эффективным. Но не мы это изобрели, это изобрели китайцы еще 4 тысячи лет назад, когда восточные императоры с помощью игры ГО обучали своих наследников управлять Великой империей, управлять так, чтобы сохранялся и величие, чтобы она развивалась и крепла. с помощью игровых методов обучения, с помощью игры ГО. Не говоря уже о том, что игровой процесс – это тот процесс, в котором мы раскрываемся как личность. То есть мы там можем быть самим собой. Или, наоборот, не быть самим собой и примерить на себя какую-то роль определенную. Так, все, по-моему, пролистло. Да. Почему именно ГО? Почему именно эту игру я развиваю очень широко в нашем городе, в Самарской области в целом? Потому что, на мой взгляд, это совершенно уникальное искусство. Одно уникальное по своей простоте – это, во-первых, уже через 20 минут, после того, как я расскажу вам о правилах, вы можете сесть за игровую доску, сыграть свою первую партию и получить с ней удовольствие. То есть это вот то, что я могу сегодня обещать. Это безграничная игра для своего развития. Еще ни один человек, наверное, в мире не может сказать, что он познал игру ГО максимально, что полностью ее изучил, и для него не осталось белых пятен в этой игре. Еще ни один компьютер, ни одна учрительная система не овладела этой игрой, не смогла просчитать ее от и до. Это последняя из игр интеллектуальных без факторов случайности, в которых человек по-прежнему удерживает лидирующие позиции. Это настолько большое количество вариантов, что с помощью простых методов перебора разработать идеальную стратегию невозможно на компьютере. Здесь необходимо подключение чисто человеческого фактора, человеческого образа в мышлении. И задача разработать компьютер, играющий профессионально в ГО, это задача, сопоставимая с разработкой искусственного интеллекта. В свое время, может быть, и до настоящего момента действует премия, грант определенный. Человеку, программисту, который разработает программу, играющую в силу первого профессионального данного, в ГО, полагается миллион долларов. Есть программисты, в принципе, присутствующие. Ну вот. А миллион долларов до сих пор ждет своего владельца, то есть человека, который разработает программу, которая играет в силу первого данного. Такие попытки предпринимаются уже вкладную, приближаются к этой задаче. Но на самом деле профессиональных данных девять, это только первые профессиональные данные, а эти еще и девятые данные, до которых компьютер еще очень далеко. Как я уже говорил, игра ГО произошла в Китае очень давно, больше чем 4 тысячи лет назад, первого упоминания о ней. И изначально она была императорским искусством. Это было дворцовое искусство, которое и культивировалось в основном, в придворной среде. До простых людей оно выходило только в определенные исторические этапы. И до настоящего времени эта игра удерживает свои позиции среди элиты Востока. Очень многие японские, китайские предприниматели, главы крупных корпораций, профессионально занимаются ГОТО, то есть не просто играют там время от времени, а обладают профессиональными данными, профессиональными разрядами в этом искусстве. Ну, в том числе и многие западные известные люди являлись сильными игроками ГОТО. В частности, Билл Гейтс в свое время был чемпионом университета по ГОТО, глава Майкрософта. Альберт Эйнштейн получил в свое время почетный данный сертификат от японской ассоциации ГОТО, первого профессионального данного. Актер Майкл Кулер, «Звездные воины», кто смотрел, Абурсула Легуин, известная американская писательница. И на самом деле очень много значимых людей, как на Западе, про Восток я вообще молчу, там очень широко эта игра распространена, в том числе и среди элитов. Недавно мне довелось играть с главой корейской корпорации, очень крупной, которая приезжала сюда в Тольятти по поводу взаимодействия с Ложским автомобильным заводом по крупным контрактам. Узнав, что у нас в Тольятти Львовом, чрезвычайно обрадовался, и каким бы он там не был глава корпорации, у него возникло большое желание повериться силами. У нас стоялась партнерская такая встреча, где мы сыграли две партии, получили вообще максимум удовольствия от этой игры. Он профессионал, вернее, не профессионал, он игрок-любитель, но третьего дана. Это очень высокий разряд по меркам корейского угла. Очень интересно было обменяться опытом. Кто в этой игре? Имена, фамилия не буду разглашать. Достаточно известный человек. Это искусство достаточно международное. Во многих зарубежных компаниях эта игра входит в корпоративную культуру, особенно широко поддерживают восточные компании, японские, битайские. И они в основном являются основными спонсорами крупных международных турниров, крупных азиатских турниров. Кубок Лжи является одним из крупнейших международных соревнований. Также кубок Самсунг имеет призовой фонд более 300 тысяч долларов. Компания Асер в своей корпоративной культуре применяет игру Го. Сильным игроком является галатинка в корпорации Стэнши. В корпоративной культуре Тойота есть достаточно примечательный такой элемент. Я не скажу, что прям везде, во всех отделениях, но в некоторых отделениях есть специальные площадки, где руководители и подчиненные могут встретиться в комнате за партией в Го, то есть в обеде на перерыв зайти туда и свободно за игрой Го обсуждать текущие производственные задачи, пожелания, предложения. Это место неформального общения, то есть место, где нет подчиненных, руководителей, место равного общения. В том числе в российские компании игроков сейчас активно внедряется, моими коллегами, во многих городах России эта игра развивается. Насколько я знаю, презентации проводились в Mirax Group, проводились курсы в компании Scout, системы мониторинга транспорта. Крупная российская компания Polimetal, это горнородная компания, занимающая, которая производит четверть всех российских запасов золота и серебра. Очень крупная компания российская, она является спонсором в Российской Федерации ГОН, Центральной Федерации. И, соответственно, тоже очень широко применяет эту игру в своей корпоративной культуре. Многие сотрудники этой компании меняются в игроками в сбор. Немножечко пройдемся по истории этой игры, чтобы был понятен вообще масштаб, как это искусство дошло до нас, и когда именно оно появилось у нас в России. Никто точно не знает, когда и где произошел ГОН. Корни есть и в Египте. Но наиболее убедительные, скажем так, легенды и варианты присхождения игры ГОН лежат в Китае. Есть упоминание, что уже в 24-23 веке до нашей эры есть легенда об императоре ЯОН, который использовал эту игру для обучения своего наследника. Управляются в Китайской империи. Уже тогда, 4000 лет назад, где она произошла на самом деле, никому неизвестно. Есть, скажем так, недоказанные, достаточно экзотичные легенды происхождения этой игры, скажем так, появление ее в различных в различных источниках. В частности, сам я лично не находил, не берусь утверждать это на 100%. Но говорят, что есть упоминание этой игры в ведах, что когда-то более чем 5000 лет назад из-за этой игры главы двух цивилизаций сыграли в год, что-то не поделили, то ли кто-то жульничал, и произошла эпичная битва, которая уничтожила человечество почти полностью, и человечество было в своем цивилизационном развитии отброшено на много тысячи лет назад. Это одна еще из гипотез, которые знающие люди, кто читал эти источники, говорят, что там это и есть. Там не написано, что это именно Го, там описана игра черными и белыми камнями на поле 19 на 19 линии, то есть детали игры описаны, которые полностью совпадают с Го. в Японии игра появилась в Польше примерно в 7-м веке нашей эры, куда она попала из Китая, и скорее была зависит от артистами, побежавшими на трекрессе, политиками. Но сами японцы упорно отвергаются к этой идее о том, что какие-то корейцы надежды и бегают в эту игру. У них есть своя легенда на этот счет. У них был великий министр Кибино Макиби, которого принцесса Кокин отправила в командировку на 16 лет в Китай и поручила привезти все самое интересное, все самое значимое, что есть в китайской культуре. И он привез в том числе комплекты игры Льго и на выкладение этой игры. И в России эта игра появилась совсем недавно. Сегодня было упоминание, что в советское время в нее еще играли. Действительно, первое упоминание этой игры было в 75-м году в публикации журнала «Наука и жизнь». И тогда начали появляться первые секции в Санкт-Петербурге, в других городах России, тогда СССР. И только в 84-м году игра ГО стала официальным видом спорта. Сейчас это не только способ проведения досуга, но и официальный вид спорта, в котором проводятся очень крупные соревнования на уровне России. Наши спортсмены очень хорошо выступают на европейских соревнованиях. Мы же многотатно становились чемпионом Европы. так вот. Еще возвращаясь к тому, почему ГО очень важно для внедрения в нашу российскую бизнес-культуру как инструмент стратегического общения мышления, стратегического восприятия действительности, это определенный ветер перемен, который приходит к нам с Востока. Россия обладает центральным положением между Западом и Востоком. Должна впитывать и в совершенстве владеть лучшими образцами культуры и Запада, и Востока. Но это мое личное мнение. И ГО в этом плане уже многократно показал себя как очень эффективный инструмент. Есть такое наблюдение. Китай, Япония и Корея называют треугольником драконов. Это три динамично развивающиеся страны на азиатской арене. И во всех этих трех странах очень шарфу популярна ГО. Оно там стоит на уровне национальных приоритетов, особенно в Китае. В Китае процесс подготовки выдающихся мастеров начинается с четырех лет. Ребенку буквально изолируют от общества. Он по 12 часов ежедневно занимается только ГО, постигает это искусство. И уже к 12 годам он становится профессиональным игроком, на высшем уровне владеет этим искусством. Для них это уровень национальной гордости, национальных интересов. И сражения между сильнейшими игроками Кореи и Китая это основные события на ГО-арене, которые сейчас происходят. В Японии сейчас пока что не занимают лидирующие позиции, активно в гонке не участвуют, но надо понимать, что в Японии ГО это изначально было традиционное такое искусство. они ГО используют для красоты. Не то, что используют для красоты, это элемент красоты, бытия. Самые красивые дорогие комплекты производятся в Японии, они очень тщательно подходят к процессу, к ритуалам, к игре. В буддийских монастырях в Японии монахи очень часто используют ГО для своих медитаций, но в основном из высшего духовенства, могут посвящать время игре и, скажем так, на основе игры брадят какие-либо свои духовные практики. Если кратко описать восточную бизнес-стратегию, то это может звучать такими терминами из игры ГО, как Судзи, Адзи, Тысудзи, Мойё. Судзи это замысел на игру. Сначала мы имеем замысел. Адзи это возможность или угроза. Что очень интересно, слово Адзи, термин Адзи и в ГО и восточной культуре имеют два значения. Это с одной стороны угроза, опасность которая нависла над нами, то есть наше слабое место, а с другой стороны это возможность, это возможность реализовать свой камень, реализовать эту угрозу в положительном для себя ключе. То есть это все обозначается одним словом. То есть у нас это возможность и риск опасность, а у них это просто Адзи. Оно может быть в твою пользу, оно может не использоваться, но оно должно быть в наибольшем количестве. Мастерская игра в ГО обычно характеризуется тем, что в игре много Адзи. То есть много таких камней, которые могут быть использованы как возможности. Вот в нашей практической жизни, в бизнес-среде это много контактов с нужными людьми из различных сфер бизнеса, которые не факт, что понадобятся, но в какой-то момент они могут очень эффективно сработать и помочь нашему бизнесу успешно развиваться. Тесудзи это лучший код в данной локальной позиции увидеть каким именно образом в данной позиции что надо делать прежде всего. Куда надо сходить именно сейчас именно здесь в данный момент времени. Это Тесудзи. И МОЙЁ территория это то, что мы получаем в итоге. Как наша награда реализация нашего замысла, то, чем мы владеем, тот объем рынка, который мы охватили, все наши клиенты, и соответственно тот доход и прибыль, который мы получили в результате партии и нашей деловой деятельности. Ну что ж, я думаю, я достаточно заинтриговал с этой игрой, что же это такое эффическое эго, у которого столько различных свойств, и мы можем непосредственно переходить к правилам игры. Вопрос есть по первой части? все же вопрос поправить? Давайте уже к правилам игры. Что же это такое? Так вот, в бой играет на досках на доске в основном 19 на 19 линий, но также есть варианты досок 13 на 13 и 9 на 9. Это более простые, более быстрые форматы игры. если на большой доске партия может продолжаться качественная партия час, два часа, иногда намного больше, если встречаются два профессионала, то на средней маленькой доске можно за 5-10 минут сыграть партию, от этого удовольствие, хорошо провести время пообщаться за маленькой игрой. И соответственно каждый из масштабов досок можно сопоставить определенным масштабом нашей деятельности. 9 на 9 маленький бизнес, 13 на 13 средний бизнес, 19 на 19 это крупный бизнес, корпорация, геополитическая борьба. Это основные форматы. И игра черными и белыми камнями. Игра начинается с пустого поля. Вначале на доске нет ни одного камня. Это наш новый рынок, на который мы входим. Первыми в этой игре входят черные, а не белые. И камни касаются пересечения доски. Это примерное начало как может вообще развиваться партия. Черные сходили здесь, белые в том углу, черные, белые, черные, белые, черные, белые. И дальше игра продолжается по очереди. Игроки по очереди выставляют камни на доску. С основной задачей огородить как можно большее пространство этого поля. Вначале они просто бросают отдельные камни, чтобы обозначить свое присутствие. Это все равно что выйти сказать я буду заниматься таким-то бизнесом. Все, это мое поле деятельности. Никто не мешает другому встать рядом и сказать нет, это я буду заниматься таким видом бизнеса. А дальше уже они будут отделить этот рынок. Ну, один выбрал этот сегмент аудитории, другой выбрал этот сегмент аудитории. И скажем так, пока что они не конфликтуют друг с другом. Каждый огораживает территорию в своей части доставки. Это еще похоже на то, как мы огораживаем садовый участок. Мы же не сразу начинаем тянуть сетку с одного края на другой край. Мы приехали, вкопали столбики, а потом между столбиками уже натянули сетку, проволоку, потом может быть уже поставили основательный забор. В ГО происходит все примерно точно так же. Сначала мы вбрасываем отдельные камни на доску, ключевые пункты, чтобы потом эту территорию уже более основательно укрепить за собой. При этом могут произойти события, которые торгнутся на нашу территорию и нам придется перестраивать свои планы. Но изначально у нас должно быть видение и план. Какую часть доски мы будем видеть в качестве своей территории. То есть белый намечает вот эту часть доски. Это то, что называется стратегия. Мы начинаем представляя где пример у нас будет. Да, в любой момент здесь может оказаться черный камень. То есть камни можно ставить в абсолютно любое пересечение доски. Черные могут сюда бросить камни и нам придется перестраиваться. Мы должны будем сесть, придумать новую стратегию, сказать, что хорошо, мы ограничимся вот здесь, но сходим здесь и начнем переключаться на эту аудиторию. Либо мы начнем атаковать этот камень. Как атаковать с камнем? Я сейчас чуть позже расскажу. Сейчас хочу обратить внимание к восточной моменте этой игры, чем запад отличается от востока. В шахматах кто в первые ходит? Знаете, белые. В шашках ходят белые, во многих западных играх первые ходят белые. Добро наносит первый удар. То есть добро атакует и белые ходят и побеждают. Кто победил, тот и прав. На Востоке первые ходят черные. На Го, в Рензю, во многих других восточных играх первые ходят черные. Сначала с нами случается неприятность. Сначала в нашу жизнь приходит какой-то дискомфорт, потом мы начинаем шевелиться. Стало нам плохо, стало нас что-то не устраивать, мы начали шевелиться. От хорошей жизни никто не открывает бизнес, никто нечего делать, не начинает работать над своим развитием. Очень мало таких людей, которые просто сами изначально всю свою жизнь посвящают своему развитию, каким-то созидательным целям. очень для многих из нас нужен изначально пинок, и чем он будет ощутимее, тем дальше мы полетим. Здесь также сначала происходит неприятность, потом ход белых восстанавливает баланс, восстанавливает гармонию. И в идеале в этой игре, если оба противника сыграют с одинаковой силой, то они получат одинаковый результат. это взаимоэффективное распределение территории. Чтобы было более понятно, что такое территория в игре в игре, это первое и основное правило игры в игре. Надо огородить свою территорию. Белые огородили этот угол, черные здесь, 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 здесь построили территорию. У белых здесь, 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 намечается территория. В данном случае это уже достаточно гарантированные территории. Белому варгаться в эту зону не имеет смысла, они там будут уничтожены. Просто будет как народное тело в вашей территории. Я дальше поясню, что именно произойдет с таким камнем. Основная цель, которую мы должны преследовать, это построить как можно более гибкую границу. Минимальным количеством камней получить как можно больше очков. В данном случае с помощью 8 камней белых в этом угол мы получили 16 в территории. Здесь раз, два, три, четыре, ну и соответственно 4 на 4 16 очков. 16 свободных пересечений. Не важно сколько именно камней выставлено на доску, важно сколько именно свободных пересечений мы окружили своими камнями. В данном случае мы с помощью 9 камней, здесь у нас 8, 16 очков захватили. Здесь у нас 9 камней захватило всего лишь 9 очков территории. В центре нам понадобилось 12 камней, чтобы те же самые 9 очков территории захватить и окружить. Здесь черные вытянулись вдоль края и с помощью 11 камней захватили 23 очка территории. И вот основная задача максимально эффективно использовать ресурс своих камней. Вытянуть их таким образом, чтобы ограбить территорию больше. и соответственно строя свою территорию решать противнику построить его территорию. Это небольшое такое подвигание друг друга на рынке. То есть нет абсолютной задачи уничтожить соперника. Это игра на созидание. Быть более эффективным, эффективнее строить свою территорию, чем ее строит противник. Но на втором плане все равно остаются еще и боевые моменты, когда с противником надо бороться, надо его захватывать, атаковать. И есть такое понятие МГО, как жизнь камней, жизнь и смерть камней и четыре дыхания. У каждого камня есть четыре степени свободы. Кстати, тоже обратите внимание. Многие западные игры играются в клеточке, мы ограничены с четырех сторон определенными рамками, имеем статус какой-то фигуры. В ГО мы играем по пересечениям. Перед нами открыты четыре дороги, четыре направления для развития. И когда нам перекрывают все направления для развития, например, если белый камень будет поставлен здесь, перекроет последнее свободное пересечение для черного, эта ткань считается запаченной в плен и снимается с доски. Вот собственно как здесь показано. ставим белый камень здесь и тут же черный камень снимается с доски. Камень, у которого больше нет возможности для развития, у которого перекрыты все дыхания, он считается запаченным в плен и снимается с доски сразу. На краю доски у камешка дыхание меньше, то есть на краю камня запачивать проще. Здесь достаточно поставить просто белый камень и камень в углу будет запачен сразу. Поэтому обычно начинают играть повыше. По третьей, четвертой линии такие камни сложны окружать и больше пространства для маневров и для построения своей территории. Естественно, что свои камни хочется спасти, когда над ним нарисают угрозы нехватки дыхания. И тогда мы к ним можем доставлять новые камни. В процессе игры камня не передвигаются, но мы можем добавить к своей группе новый камень. Вот сейчас здесь был камень, черный доставили еще один, белый пошли дальше окружать черный еще один. Поставили. Камни, которые соединены по прямой линии, имеют общий дыхание. И захватить их уже теперь можно только все вместе. У этой группы осталось 4 дыхания, у этой группы 3, а у этих белых 2 дыхания. Ну, вернее, тоже 3 дыхания. Если белые ходят сюда, то они захватывают всю группы не осталось дыхания, то она захватывается автоматически. И должна тут же быть снятой с доской. Вот в данном случае, как вы думаете, черные сходят, имеют смысл сюда ходить? Или нет? Ну, чтобы представить процесс игры. Да, совершенно верно. Черным туда не стоит ходить, черные ходят здесь, белые продолжают накрывать, и у них снова остается одно дыхание. Черные ходят дальше, белые продолжают, черные ходят, белые продолжают, черные, до полоза, и последним ходом белые перекрывают всю цепочку и захватывают. Вот это та стратегия, которую можно почупать на пальцах. Мы увидели, что через 10 ходов с нами произойдет вот такая неприятность. И мы, соответственно, можем решать, развивать это направление или не развивать это направление. Это навык заглянуть на много-много ходов вперед. И в ГО надо мыслить порой на 10, 15, 20 ходов для каждой отдельной локальной группы на доске. Это, конечно, проще, достаточно просто считается, поскольку все камни равноценны между собой. Скажем так, такие локальные цепочки, их можно просчитать уже даже визуально. Но, тем не менее, от таких групп на доске может задаваться огромное количество объемов взаимодействуют друг с другом. И здесь уже включаются очень такие глубинные процессы стратегического мышления. Это то, что тримирует наш мозг считать, считать и считать на много-много ходов вперед. Когда мы интенсивно занимаемся ГО, наш мозг привыкает все время анализировать обстановку, все время заглядывать как можно дальше, на много шагов вперед. Это то качество, которое магически приобретается у игрока ГО со временем при приближении к профессиональным уровням, к высоким уровням любительским. Это уже входит в повседневность, это входит в образ мышления игрока. В частности, аналогичный пример. Черные попали в такую непростую ситуацию, у них одно дыхание, стоит ли спасать этот один белый камешек? Как мы дальше видим, это продолжается цепочка, у них снова один, белый ходит сюда, черный сюда, белый сюда, черный принимается, белый здесь. Вся эта цепочка доходит до края, и последним ходом белые снимают все эти камни. Можно считать, что это уже проигрыш партии, то есть такое количество преданных камней отыграть в процессе партии уже практически невозможно, если только белые не начнут абсолютно поддаваться каким-то образом. и все. Можем вопрос. Я так понимаю, что эта игра не на захват территории, как было первоначально сказано, а именно на победу, что ли, так скажем. Вот смотри, эта игра на захват территории, то есть тут надо понимать уровни приоритетов. В первую очередь, вгодно цена территории, сколько именно свободного пространства вы огородите с помощью своих камней, потому что этим считаются очки. Пленные камни, они тоже добавляют очки, и на месте пленных камней у нас высвободится потом территория. То есть захват камней это двойная выгода. Но очень часто случаются такие ситуации, что вроде бы один игрок захватывает, захватывает, гоняется за камнями, а тот вокруг него строит большую стенку. И в итоге получается, что один игрок, который захватывал камни, обладает небольшой маленькой территорией и несколькими камнями пленных, а вся остальная территория вокруг него принадлежит его противнику. То есть такая ситуация тоже очень часто случается. Сегодня на практике мы скорее всего даже с этим убедимся, как он работает. Это только самый простой тактический прием. Этот прием называется лестница или сетек по-японски. Это один из самых простых примеров, наиболее распространенных, которые встречаются в игре. Когда такую лестницу надо расширить. Вот если на противоположном конце появится черный камень на пути развития этой лестницы, эта лестница будет уже развиваться совсем по-другому. Она уже будет в пользу черных, и черные смогут убежать из этого окружения. И тогда уже белые окажутся в невыгодной тактической ситуации. Один ход на другом конце доски может очень сильно повлиять на то, что происходит с вами здесь и сейчас. И Го учит замечать такие события, которые вроде бы где-то далеко, но напрямую на вас влияют. Так вот, что касается разрешенных и запрещенных ходов, какие они есть в Го, разрешено почти все. Просто некоторые ходы не имеют смысла, и совсем немногие ходы запрещены. Запрещено делать ходы туда, вот туда, где нету дыхания в вашем камне. Нельзя сюда поставить белый камень, потому что изначально все четыре соседних дыхания у него перекрыты. Это саму единственный ход. По японским правилам самоубийство запрещено, если это существенное расставание. Вот таких оснований не бывает. В китайских же правилах рогашино пользуются самоубийством для того, чтобы победить? Вот я сейчас не возьмусь точно утверждать, но в китайских правилах этого точно нету. Надо уточнить, есть ли это в правилах Инга. Есть несколько международных систем правил, основная японская, которая применяется во многих международных соревнованиях. И многие моменты терминологии взяты именно из японской терминологии. Там эта игра получила наибольшее методическое развитие, больше материалов из Японии было собрано. Так вот, по разрешенным запрещенным. Сюда нельзя ходить черным. Здесь, если сходит черный, у них три камня окажутся без дыхания. Сюда запрещено уходить. По диагонали связи между камнями нету. То есть тоже сразу надо понять, что по диагонали камни не связаны. По прямой линии связь есть. То есть если белый сходит здесь, здесь и здесь, эти два черных камня еще теоретически могут захватиться. Но черный успеет захватить вот эти три камня. В процессе нашей практики сегодняшней. Вы еще с этими моментами, спорами по игре разберетесь и уже сможете почувствовать, что это такое и как оно решается. Но есть такое исключение. Если мы таким вот ходом за черных перекрываем последнее дыхание для группы белых, то есть если черный сходит сюда, то у этой группы белых не останется ни одного дыхания. Получается, что черные запасили эти белые камни, они тут же снимаются с доски. И у этих трех черных камней появляется дыхание. Так вот, если мы своим ходом убиваем группу противника или камень противника, то такой ход разрешен. Также для белых разрешено сходить сюда, при этом съедается вот этот черный камень, у него здесь последний дыхание находится. И для белых этот ход разрешен является. Но тут возникает специфическая ситуация, которая называется правило по. представим, вынесено. Белые могут съесть этот камень черных. Получается, что черные в этот же ход могли съесть обратно камень белых, но тогда это будет до бесконечности повторяться ситуация. Белые съели сюда, черные съели обратно, белые съели, черные съели. В год запрещено повторение позиций, скажем так, чтобы не зацикливаться на партии, и черные обязаны сделать ход в другом месте доски. В этот же ход им нельзя съесть обратно, они, например, играют в другом месте. Белые тоже решили сыграть в другом месте, вместо того, чтобы закрыть это дыхание камня. Тогда через ход черные могут съесть обратно этот камень, только через один ход. В этот же ход нельзя. Теперь для белых обратно нельзя съесть этот камень. То есть вот такая вот система. Это одно из таких небольших специфических правил этой игры, чтобы устранить именно поменьше зацикливания. А так игра развивается до тех пор, пока вся территория между противниками не будет поделена до абсолютно ясности где кому что принадлежит. И собственно третье правило. В год на самом деле всего лишь три основных правила, которые даже дадут в систему при желании. три основных правила. Первое, строим территорию, основная задача построить как можно больше территорий. Второе правило, захватываем камни, если есть для этого возможность, и соответственно не даем захватить свои камни. и третье правило, если выживаем в сложных условиях, то строим два глаза для своей группы. Что такое два глаза? Два глаза это две разделенных территории внутри одной группы. По принципу разрешенных запрещенных ходов смотрим. Можно ли белым сходить сюда? Белым сюда сходить нельзя, потому что у черной группы есть дыхание вот в этой точке, а у белой группы дыхания здесь не будет. Сюда ходить запрещено. И сюда ходить запрещено, потому что у черных есть дыхание в этой точке, а для белых это самоубийственный ход. И группу звероглазами убить невозможно. А вот в этой ситуации в углу белый имеет право поставить сюда камень, потому что у этих трех камней здесь последнее дыхание приходит сюда, вот эти три камня черных будут захвачены. Это все понятно? А если черную туда поставить в углу? А для черных это самоубийственный ход. Когда у них у самих не останется ни дыхание, они не имеют право туда делать сход. Вот в такой ситуации казалось бы тоже группа с одним глазом, но черный не обязательно ходить внутрь. Если белый ходит с точку А, то черный ходит с точку Б, и соответственно у них появляются два глаза. А этот камень, который у белых в точке А, он будет в конце партии считаться как пленный камень. То есть он внутри живой территории, внутри группы зумя глаза. И эти глаза могут быть совершенно разных форм, то есть один маленький большой глаз, два глаза у группы. Главное чтобы они были две разделенных между собой территории. И они обычно строятся если есть к этому необходимость. Если нет угрозы вторжения внутри вашей территории, то есть например здесь, здесь нет угрозы вторжения, мы просчитали, что если белый ходит сюда, то мы защищаемся здесь, если в B, то мы в A. И тогда не обязательно доставлять камни в свою территорию. Во всех остальных случаях, как например здесь, если бы этого камня черных не было, эта группа была бы под большим вопросом выживания. На практик еще потом заберем и заберемся. Есть вопросы по этим моментам, я просто знаю, что с глазами бывает сложновато. Вот такой вопрос, где у нас самый нижний момент, зачем они тогда огораживают эту территорию белыми, если тут уже явно было, что у них там эти глаза два. Да, а теперь такой вопрос, речный. А их теперь нельзя никак захватить? Как вы думаете, а кто в этой партии выиграет сейчас? Черный. Потому что их не белые. Там зависит там очень холодно. Наверное, белые, потому что черные уже оградили, а у белых все остальное пространство остается. Да, совершенно верно. Считаем очки черных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Брайдут с очков примерно черных сейчас. А вот это все остальное, вот эти все остальные пространства между этими стенками это 150 очков здесь забьем. Поэтому в этом парте пока что однозначно побеждает белые. И для этого они строят стенку. Если они стенку не закроют, то это будет считаться как нейтральная территория. Если хотя бы в каком-то из моментов останется стенка незакрытой, то например вот этого камня не будет, то по правилам это будет считаться все как нейтральная территория. обязательно, то есть вот она граница это все равно что представить территорию России, правда вот это непонятно то, чем территория России, но и без этой группы. Здесь мы граничим с этим государством, ну вот представим, что там у нас одно государство, здесь у нас другое государство, третий сосед, четвертый, пятый, сосед, шестой, сосед. Украины неизвестно. Кому останется украине не отдаст, у него один глаз, к сожалению. В середине ты как ватикап, в середине тайны. Вот кто у нас в середине? У нас в данном случае. Они отдельно от всех, да? Да. А вокруг делаем карты? Ну, даже... А считать руками-то? Если очень лени, если эта игра происходит в компьютерном варианте, компьютером так и будет посчитать. Но на самом деле обычно все это очень легко считается. дальше покажу на следующем слайде как это быстро посчитать. Вот это уже близится к завершению игры. К завершению игры у нас обычно выходит такая картинка. Маленькие белые точки это наши очки территории, то есть то, что оставалось пустынь. Здесь остались пленные камни на территории черных, они в конце партии снимаются с доски. Ну и вообще когда завершается партия. То есть я забыл сказать. Партия завершается тогда, когда не осталось ни одного эффективного хода на доске. Белым не буду вторгаться, потому что здесь уже явно намеченная территория черных. Они говорят пас, они пропускают ход. В любой момент партии игрок может пропустить ход, сказав пас. И это тоже считается ходом. Но обычно это происходит в конце, когда уже просто не видишь эффективных ходов. В какой-то момент свою территорию становится невыгодно ходить, потому что если мы ставим камеш внутрь своей территории, мы автоматически уменьшили себе территорию на одно очко. Так же мы только свободное пространство. Если вы всю там будет жить ваша мебель. нельзя сказать, что у вас есть сколько-то квадратных метров. Вот в год даже самая ситуация. Надо оставлять как можно больше свободного пространства для жизни, но чтобы граница внутри территории была устойчивая и эффективная. Так, и примерно на этом этапе завершается партия. Теперь нам предстоит посчитать. Кто же выиграл? Как вы выиграл этот партия? Здесь предположение. На глазок так. Ну да, действительно, здесь очень похоже на то, что выиграли черные. Ну и вот так это обычно считается. При подчете, когда это происходит на доске, камешки сдвигаются вплотную к границам, мы раздвигаем их, и соответственно белые также. Пледные камни, которые у нас были, они выставляются на доску на свою территорию. То есть черные к черному возвращаются, белые к белым. Чем больше мы теряли пленных камней, тем больше нам потом вернулось, и тем меньше у нас свободности истории осталось. А, убитые тоже? Да, пленные потом возвращаются обратно. Поэтому пленных мы сохраняем до конца игры. Ну и здесь уже с помощью таблица умножения гораздо проще посчитать территорию. То есть это 3 на 10, это 30 очков в верхней части. Ну и здесь можно посчитать. Общий результат белые 76, черные 117. Компьютерный подсчет вот. Вот. Так выглядит завершение партии. По большому счету теперь вы знаете все о правилах игры. ГО можно садиться на доску и приступать к игре. Но прежде чем мы это сделаем поговорим о некоторых важных вещах. Уже зная что это такое и как это выглядит. Я попрошу еще немного терпения. Как именно мы применяем ГО в нашей реальной жизни на практике и чему оно нас обучает. Сильный игрок ГО постоянно в процессе партии задает себе несколько вопросов. Чем я обладаю сейчас? Какую именно территорию я себе вмечаю? Где именно будет моя территория? И надо следить за тем чтобы она была большей противника. Если в процессе подсчета у вас хотя бы на 1 очко больше вы победили в партии. ГО абсолютно не важно на 1, на 10, на 20, на 30 очков у вас больше территории. Важно чтобы просто оказалось больше. Поэтому надо вести внимания и защите и нападению. Но следить за тем чтобы чуть-чуть было больше. Первый вопрос чем я обладаю сейчас? Многие из вас проводят ремлянную ревизию какими налогами вы обладаете какими ресурсами вы обладаете есть ли у вас эти ресурсы где-то учтенные записанные если мы не знаем чем мы обладаем мы этим не управляем если не владеешь информации о том что у происходит в организации то ты не можешь управлять этой организацией это вопрос с ЭКО и вопрос с их бизнесом в чем мой замысел по дальнейшему развитию и вообще есть у нас замысел то есть как мы эту позицию планируем развивать дальше будем мы захватывать территорию на краях доски перейдем ли мы на центр доски где именно мы будем развиваться будем ли мы играть защитный стиль будем ховать это тоже мы должны знать заранее в чем мой замысел в чем сила партнера по игре очень внимательно надо думать не только за себя но и за своих конкурентов всегда а какие вообще планы у конкурента где он планирует развиваться исходя из того как расположены его камни на доске где именно он уменьшает свою территорию будет ли он строить большую территорию или ограничиться множество маленьких участков может быть он уже собирается нас захватить взять кольцо и захватить наши камни в каком-то месте надо видеть в чем сила партнера какие его сильные стороны если мы не можем играть в год только свою игру если мы играем только в свою игру она будет непонятно для нас образом рушиться потому что мы не учитываем замысел соперника ну соответственно каков его замысел в чем его сила какие сильные стороны есть и что он его учит постоянно переключаться от глобального мышления к локальному мышлению что изменилось за последний ход очень часто мы составляем наши стратегические планы прописываем цели миссии и прочее мы это делаем раз в год в лучшем случае очень немногие каждый месяц уточняют свои цели вот Го учит каждый ход что изменилось что произошло нет ли необходимости корректировать свой замысел корректировать свои цели дальнейшие шаги потому что упустив 1-2-3 хода соперника из вида чтобы баланс изменился мы можем следовать уже проигрышной стратегии и продолжать уступать и я вернусь там через 10 ходов ой ё-моё все наши последние 10 ходов оказывается уже изолированы давно со всех сторон что соперник предопределил наши ходы он увидел в чем наш замысел мы пошли развиваться в это направление а он делал ходы препятствующие нашему замыселу такое тоже часто происходит это то что мы изучаем в год и то что входит потом в наше повседневное мышление по крайней мере по тем игрокам с кем у меня есть возможность общаться взаимодействовать я это постоянно наблюдаю что касается стратегического апгрейда бизнеса с помощью ГРУГО ГРУГО способна научить нас эффективно использовать ограниченные ресурсы и время для получения наибольшей прибыли у нас есть определенное количество камней на каждый наш шаг на каждый наш ход делаем ход соперника и нам надо каждый свой ход делать максимально эффективно но очень это вот даже касается планирования своего времени очень много приятных мелочей которые нравится делать покопаться с дизайном аватарки с логотипом нашей компании сделать его еще чуть-чуть покрасивше вместе с тем что надо заниматься наверное все-таки более ну скажем так принципиальными вещами для развития бизнеса это вечный спор между программистами и дизайнерами что влияет на продаваемость сайта например на продажу сайта то какой он красивый или то насколько он лаконично и грамотно сделал что важнее дизайн или же содержание функционал так вот Google учится эффективно использовать ресурсы то есть сначала делать самые важные ходы Google учится создавать стратегический план игры на быстром меняющемся рынке он показывает что рынок не статичен он далеко не статичен и сейчас его скорость изменений очень высока и надо постоянно подстраиваться перестраиваться чем-то жертвовать что-то отдавать нельзя опелеться и там сказать что у меня будет только парикмахерская и она будет только стричь волосы и все а там на рынке уже где-то там горячие ножницы появились еще какие-нибудь прибавлазы я не сильно подбираюсь ну наверное что-то появилось и все конкуренты применяют странно что-то ко мне клиенты идут почему идут непонятно рынок быстро меняется надо уметь под него подстраиваться в плане крупной корпорации крупного бизнеса гороучит выстраивать оптимальное взаимодействие между собственными подразделениями в процессе игры надо чтобы все наши камни взаимодействовали друг с другом если они слишком далеко стоят друг от друга они будут разорваны разделены в бизнесе то же самое если между подразделениями теряется прямая связь каждый из них начинает работать само по себе в целом они неэффективно работают на задачи бизнеса в целом гороучитие выстраивает направление процесс мышления в нужном русле мы чаще возвращаемся к тому чтобы построить бизнес с оптимальным образом гороучит сходить на рынок с уже установившись конкуренция горо развивает бойцовские качества на уровне уже сильных партий у вас никогда не будет так что здесь построил территорию противника здесь построил территорию и никто никому не вторгается гороучит что надо проявлять бойцовские качества если есть хотя бы малейшая возможность столкнуться на территорию противника и выжить на этой территории то эту возможность надо обязательно использовать нарабатываем многократно это в горе мы уже смелее эффективнее динамичнее начинаем действовать в своей жизни противодействие вторжения на собственный рынок бывает что противник вторгается в нашу территорию мы построили огромную территорию и коборот в него вторгается противник как обороняться как защищаться тоже определенные тактические приемы стратегические подходы в этом плане изучает на примере гоа можно это все транслировать в том числе и свою практическую деятельность есть японская пословица гоа зеркало жизни то есть она гоа отражает процесс который происходит в нашей жизни на многих планах также гоа учит нас определять приоритетные направления развития одновременно на доске может существовать десяток два десятка три десятка хороших ходов то есть те ходы которые могут принести нам успех так же как и бизнес очень много направлений которые могут приносить нам доход нам надо выделить по разным критериям именно те ходы которые принесут нам наибольшую прибыль наибольшую эффективность нашим бизнесом учитывать разнообразные конкурентные интересы этим сродают очень многие предприниматели что они свой бизнес развивают обособленно не наблюдают за своими конкурентами за их достижениями и за тем куда направлены интересы конкурентов есть уже большое количество рынков которые перенасыщены организациями но все равно туда приходят новые 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 и создаются очень жесткая конкуренция и все в итоге работают в убыток себе ну или не в убыток кто-то все-таки успешный и как я уже говорил ГО учат переключаться от глобального подхода к локальному и обратно обязательно если говорить о ГО более широко то оно применяется в различных сферах жизни может применяться для анализа как разделение рынка между корпорациями есть определенные даже методические книги литература где на примере восточных компаний производится анализ сколько компаний занимает рынок в духе концепции ГО это все в восточной литературе при желании и знании языка можно покопаться найти я в данном случае читал только выдержки из этих статей но это показывает что зачастую глава корпорации владеющая этим искусством принципы и стратегии ГО применяют в своей практической деятельности по разделению рынка одна из самых известных книг в этом плане Ясуэки Муэра «Бой восточный бизнес-стратегия» она рассказывает о том это представление от лица одного из глав корпораций Japan Airlines Японской авиалинии как он в своей деятельности потом в другом бизнесе работал как он в своей деятельности применял стратегию ГО очень познавательно интересная книжка к сожалению найти сейчас можно по-моему только в электронном варианте тогда же мне ее не доводилось видеть с помощью ГО можно анализировать деятельность предприятия ведение военной кампании даже расположение войск на период какой-либо кампании можно представить в виде позиции на доске и что-то подобное практиковалось в Японии и Китае полководцами перед какими-то глобальными сражениями но это имеется в своей жизни можно же пойти не прям но поперек не подиагональ это все да это относительно это относительно это позволяет картинку вынести на доску это можно рисунками сделать но можно с помощью игровых моментов и отдельные стратагены из мира ГО они могут подсказать нам верное решение их огромное количество скажем так есть основные базовые множество поговорок пословиц китайских японских применимых как к игре так и к практической деятельности ну и возможно восточным полководцам проще было использовать этот скажем так исконный для них инструмент чтобы анализировать деятельность на поле боя известно что многие самураи выбрали с собой конфликты для игры ГО чтобы переброситься перед боем или после боя ну и скажем так считали что этим они оттачивают не только свое там интеллектуальное мастерство но и духовную крепость и устойчивость это отдельная ситуация можно проводить анализ политической ситуации если сейчас начать анализировать с помощью ГО ситуации на Украине на Западе геополитическую борьбу между США и Россией то это будет лекция меня еще часа назад геополитическую борьбу но это зная конечно уже ГО на более глубоком уровне об этом можно разговаривать на одном языке ну и с помощью ГО можно конечно и свою личную жизнь анализировать по балансу интересов сколько времени у нас занимает работа хобби увлечение семья четыре угла четыре сферы нашей жизни и пожалуйста раскладывайте случайную партию с противником и смотрите чему вы отдаете большие приоритеты это тоже особая методика сейчас наверное не очень понятно как именно это делается но в своей деятельности мне доводилось это многократно применять прежде чем вы приступите к игре я все-таки дам вам сегодня проиграть а то я уже еще и достаточно долго наверное все встали меня слушать хочется попробовать в ГО важно соблюдать этикет поскольку ГО изначально была аристократическая игра я хотел бы чтобы красота этой игры сохранялась чтобы это было и не домино рыба ударил камни по доске все остальные камни попрыгнули и разлетелись игра обладает определенным шармом очень большой красотой эстетикой и желательно на ней соблюдать определенный этикет перед началом партии пожелайте приятной игры вашему сопернику первый ход делается в правый дальний угол доски это ход ближайший к сердцу соперника наиболее удобный ход для восприятия соперника надо понимать что доска абсолютно симметрична то есть вот даже на картинке игрок делает ход правый правый дальний угол от себя почему-то левой рукой это дань традиции дань уважения вашему сопернику в некоторых источниках даже есть такие моменты что если вы играете в правый дальний угол к сопернику то вы символизируете что играете друг с другом а если играете к себе то значит вы настроены агрессивно по отношению к вашему оппоненту и скажем так тоже определяет ваши взаимоотношения но это скажем так уже уровень высшего этикета если вдруг с главными восточных корпораций придется играть в год то лучше играть в правый дальний угол где-то в том сектаре доски по крайней мере так вот камни берутся указательным средним пальцем зажимаются вот таким вот образом и также двумя пальцами ставятся на доску определенным жестом со временем с практикой игры этот жест арабатывается и становится уже автоматическим и это уже потом как кушать китайскими палочками становится так же удобно ну даже более удобно чем кушать китайскими палочками вот в год считается вполне достойным сдаться если игра приобретает для вас безнадежный уже оттенок чтобы выявить что достичь преимущества в этой партии для вас не получится сражаться надо но если вы видите что уже все то лучше вовремя сдаться потому что партия на большой доске она может продолжаться очень долго надо с уважением относиться ко времени вашего соперника к своему времени лучше начать новую партию успеть сыграть не забывая поблагодарить соперника за игру обычно говорят благодарю за игру и вместе складывают камни обратно в чашу и тот ты проиграл ты складываешь камни все то есть это такое детское отношение главное неприемлемо это некрасиво это красивая игра которую красиво надо начать красиво надо заканчивать ну что еще остается добавить никак не хочу играть поиграть обязательно да сыграйте по партию в японской культуре есть такой термин сюдан это еще одно из названий игры бо которая расшифровывается дословно как игра при помощи рук когда при помощи игровых ситуаций игровых моментов то как вы играете на доске можете передать значительный объем информации пообщаться со своим соперником что-то рассказать о себе может быть невольно выдать что-то о себе по игре бо опытные игроки очень часто могут определить характер человека его определенные способности особенности особенности мышления то как он будет вести себя в критической ситуации в сложных ситуациях проводить определенные психологические анализы вашего партнера но это те потенциальные возможности которые содержатся в год которые при определенном навыке можно начать использовать что еще стоит сказать в год это увлекательная игра скажем так сколько бы она полезных свойств не имела в первую очередь она была и будет оставаться очень увлекательным времяпрепровождением с которыми я надеюсь вы скоротаете еще не один вечер постигая это искусство и получая для себя удовольствие ну и соответственно вместе с партнером вполне достойным я считаю предложить партию в голов своим партнерам по бизнесу учитывая что правила можно объяснить буквально за 20 минут быстро показать что ходят сюда захватываешь территорию захватываешь камни дыхание все через 20 минут вы можете играть и вполне комфортно проводить время с бизнес-партнерами обсуждая какие-то текущие дела на многих мероприятиях предпринимателей я сталкивался с тем создаются какие-то клубы предпринимателей а чем заняться в этом клубе у каждого свои интересы то есть у одного один вид бизнеса у другого другой вид бизнеса кому-то интересны клиенты кому-то интересно продать свой товар и какую-то дееспособную ячейку клубного сообщества создать достаточно сложно предприниматели люди как правило с высоким уровнем развития но достаточно разрозненными и широкими интересами ГО это может быть стать инструментом общения между предпринимателей в клубном пространстве это тоже одно из основных направлений которые я сейчас развиваю в нашем городе в настоящее время у меня достаточно было несколько учеников с кем я занимаюсь индивидуально проводились тренинги в корпорациях в частности на автовазе в некоторых поставщиках автоваза я проводил тренинги по игре и игре это там в определенной степени вошло в корпоративную культуру сотрудники собираются играют между собой и позволяет лучше выстраивать общение взаимодействия между сотрудниками скажем так появляется что-то общее то о чем мы можем говорить то о чем мы можем вместе заниматься и вместе с этим начинает улучшаться взаимодействие в том числе и в деловой сфере ну это что касается наших будущих мест встречи где вас могло бы еще посвещать в ГО с ГО вы можете познакомиться через личные индивидуальные занятия скажем так сегодня я вам рассказал правила основные вещи мы сейчас сыграем одну или пару партий каждой получите общее представление но ГО это очень широкий инструмент все-таки вы желаете изучать основательно чтобы он начал приносить пользу вашей повседневной деятельности это может быть организация корпоративного мероприятия в вашем офисе для сотрудников это может быть тренинговое сопровождение стратегической команды можно включать ГО в культурную программу каких-либо конференций мероприятий когда надо сделать перерыв рассказать что-то оригинальное сыграть по парте сейчас ее довольны потом переключаются к дальнейшим переговорам к деятельности конференции встречания скажем так это тоже можно внедрять и есть успешный опыт проведения таких мероприятий это то что сейчас я провожу от полустратегии и от спортивной федерации ГО и на базе бизнес-инкубатора если у присутствующих будет соответствующее желание мы можем сформировать группу углубленного изучения искусства-стратегии это мероприятие будет проходить в три шага в три этапа в каждом этапе у нас будет семь занятий на первом этапе мы изучаем инструмент то есть изучаем основные тактические в чем-то стратегические приемы ГО учимся качественно играть чтобы для нас было как можно меньше белых пятен в трактовке позиций которые могут возникать на доске это первый шаг на втором шаге мы изучаем инструменты эффективности с помощью ГО это определенный тоже авторский мой курс который я преподаю проводил во многих организациях тоже семь занятий надо понимать что это очень глубокие занятия все будут обязательства домашние задания если вы решите по этому пути я хотел бы чтобы относились очень серьезно к этому и на третьем курсе мы уже будем непосредственно рассматривать бизнес-кейсы бизнес-примеры и ситуации и получать именно тот навык когда с помощью игры ГО вы можете порешать бизнес-кейсы своей организации порешать любые личные проблемы и скажем так в более совершенном ключе владеть этим инструментом сопоставления игрового пространства и пространства жизни переносить свои жизненные ситуации в игровое пространство решать и к тому вносить их обратно это тоже определенная методика ну это третий этап также всем занятиям поэтому проводим это если будет вас к этому интересно мои визитки я почти всем раздал они лежат на краю скала потом можно взять а сейчас мы переходим к самому приятному интересному наконец-то начнем играть я предлагаю разбиться по парам нас 10 человек в первую очередь нам пожелать приятные игры или красивые игры ну и зависит от того какие камни оказались перед вами мы сейчас все разыграть не будем у кого такие камни остались все и играем ну и первая будет все там приходить как вы здесь запомнили можно абсолютно куда угодно но лучше все-таки в правой дальней участке ну и не совсем в точке голодовой и не совсем в углу где-то в правом секторе потом ходят белые так по очереди на данном этапе у меня ко всем предложение не мучиться расчетами просчетами пытаться сразу выиграть попробуйте сыграть первые свои партии очень легко в какой-то степени даже безответственно ставя камни на доску мне просто хотелось сходить сюда вот особенно здесь вот просто вот куда хочется сюда и и ходим интуиция играет очень такие хитрые штуки в этой игре можно играть в полу полностью на интуиции я же когда познакомился с этой игрой первое время играл абсолютно интуитивно мне сказали что можно захватывать каждый что можно строить территорию и полгода я так играл примерно и достаточно успешно поэтому доверяйте своей интуиции пытайтесь конечно видеть где формируется ваша территория все у меня терпят да уже практически уже целых шесть очков почти очки это пустые пересечения которые огорожены сейчас можно сказать что у белок вот здесь вот что-то намечается у черных вот здесь намечается заедет туда пошло окей белок намечает очень много но им а не выглядит за белок у белок намечается очень много но большую территорию слож cope если чёрные будут настроены агрессивно они попустим можно напугад в торганской территории ertos это значит что чёрные и белые приходят куда-то в эту точку а там здесь 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 он вот вот эти территории а у белок непонятно где у белок остается вот где-то сам ок н там а у белок идут сюда 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 здесь и у белок эта группа в центре оказывалась в真的很 достаточно непонятной такой ситуации. Что? Можно вернуться глазами? А чекают глаза? Что такое два глаза? Сейчас мы вернем. Это две разделенных территории между собой. Две разделенных территории? Такой группа уже захочет возможно. Если у вас группа болотает двумя глазами, значит, она уже точку вышлит и останется до конца партии. Ну, если вы сами, конечно, эти два глаза не оставите в своей группе потом. Я огораживала две глаза, а у него уже больше территории. А вот это, кстати, и показывает, скажем так, этот баланс. Черные почувствовали? Может быть, интуитивно. Может быть, обзор имеет. Что вот так вот территория наиболее эффективна. Если чуть выше, уже возможно вторжение. Вот при таком варианте вторжения хороших не получится в этой территории. Здесь тоже не получится хороших вторжений. Это уже явно на территории белых будет. Ну, как-то ее там мало. Это слишком строго. Надо чуть-чуть посмелее нам сухировать. Я хочу, да? Помните, есть аппарат, чтобы это заснять? Фотографирую. А, есть уже? Хорошо. А можно у нас в комментариях, что происходит у нас? Увести много. Вот я бы сказал черным, что можно вторгаться. И они начали вторгаться. Ну, надо же еще вместе вторгаться. А вы, зачем? Черным очень сложные ситуации здесь оказались. Им надо построить группу с двумя глазами, либо как-то соединиться плод, то есть при населении выбежать на руку. Ну, а белые, соответственно, будут пытаться их... Затушить. Либо не выпустить, либо потом захватить. Хорошо. Два глаза вот в этом участке построить очень сложно, потому что нам надо больше пространства. Но возможно. Если белые не будут мешать. Белые не мешать. Но если белые не мешать, если черный там выжил, то черный, скорее всего, выиграет. Ну, потом покажите. Смотрим. Так. Ага. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп, игра. У этого камешка не осталось ни одного дыхания. Или это, наверное, ищите его? Да. Но его надо сразу снимать. А, сразу, да? Как только у камня не осталось ни одного дыхания, его сразу снимаем в заске. Ага. Можно вопрос? Угу. Вот такая у меня... Вот смотрите, они здесь два. Если я закрываю эти два дыхания, то это же дыхание уже у него есть, как белое, правильно? Еще разок. Вот, смотрите. Если я их оккупирую сейчас со всех самым издателем. Они снимаются за них. А, то есть это не считается дыханием для этого камня? Нет. Ну вот. Нет. Это не klapp ! День 7.